С Новым Годом, друзья! Антинародных, живодерских решений, которые приняты правительством Путина, будут сказываться еще долго. Я думаю, что в Новом Году мы друг другу можем пожелать только главного – изгнания оккупантов с нашей земли. Все исторические сюжеты хорошо известны, но подробно их обсуждать – это означает пригласить к себе домой полицаев, которых тут же направят и объявят, что мы тут чего-то готовим. Конечно, мы готовим. Конечно, мы что-то готовим. Но прежде всего мы должны готовиться сами, каждый из нас прежде всего распоряжается самим собой. Изменись сам, и вокруг тебя изменится многое. Вокруг тебя все начнет расцветать, если ты сам будешь жить по заповедям божеским и будешь жить по-человечески, и будешь любить своих друзей, своих родных и близких, тогда все изменится. А ожидать, что какой-то герой придет и нас освободит, вплоть до того, что освободит нас насильно, это желание людей слабых и нерасчетливых, потому что такого не бывает никогда. Свободой достоин только тот, кто внутренне созрел для этой свободы. И вот этого я хочу пожелать нашим соратникам, нашим единомышленникам и вообще всем русским людям. В России должна установиться русская власть, но прежде всего должен возобладать русский дух в каждой душе, в каждом человеке. Ищите в себе этот русский дух, находите его, выращивайте, помогайте другим становиться истинно русскими людьми. Любите русскую историю, русскую культуру, говорите на чистом русском языке. Воспитывайте детей в русском духе, общайтесь между собой в русском духе. Если вы становитесь по-настоящему русскими людьми, тогда и момент установления русской власти приближается. Если же вы допускаете клевету, ложь, подлости всякие, если для вас деньги выше мерила, если выгода, личная выгода является самым главным в вашей жизни, то ничего не произойдет. Не будет никакой русской власти и вообще не будет никакой власти в пользу народа. Народность власти возникает только в том случае, если эта власть пропитана русским духом. А что же еще? Какой же еще дух может быть на Руси, в России? Если российское государство уничтожено полностью, то осталась наша страна, наша родина. За нее мы и сражаемся. И здесь, на оккупированных прежде территориях, мы должны построить заново русское государство, которое, конечно, не будет направлено против каких-то других народов, а будет направлено для того, чтобы восстановить, продолжить русскую историю, так как она и происходила совместно с другими народами. Строится государство и разрастается значение того политического единства, той политической солидарности, о которой мы все мечтаем и которая должна сплотить нас для того, чтобы и народная, совершенно чуждая для нас уже даже и не власть, а просто банды каких-то уголовников были изгнаны. Все, что они наворовали, все, что награбили, у них должно быть отнято. И у всего обслуживающего персонала, который подлечил все эти годы и уже десятилетия. Пожелаю еще раз русским людям, русской власти в новом году, мы уже готовы к ней, становитесь и вы тоже готовыми к тому, чтобы русская власть в России была установлена. Слава России! С Новым годом! До встречи русской власти в Кремле! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова